Привет! Это канал Марио Пальчани и сегодня мы вам расскажем о странностях в домах Ирландии. А перед тем, как смотреть видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Итак, первое. В Ирландии почти отсутствуют многоквартирные здания. Почти все семьи, даже в Дублине, живут в отдельных домах или небольших зданиях на 2-4 квартиры. Если квартир под одной крышей несколько, то почти всегда у каждой есть отдельный вход, свой внутренний двор или сад. А подъезда в привычном нам понимании нет вообще. Второе. Количество комнат тут принято измерять спальнями. То есть, two-bedroom apartment это по-нашему трехкомнатная квартира. Потому что гостиная не считается за комнату. Это общественное пространство. Бывают, конечно, маленькие студии, когда квартира состоит из одной комнаты, но это скорее исключение. Третье. Первый этаж у них называется Grand Floor, а этаж, который над ним, это First Floor, а по-нашему второй. Четвертое. Это окна. Практически во всех домах окна деревянные, а не пластиковые, как мы привыкли, и открываются либо вверх, либо вбок. Пятое. Гостиная. Обязательно в каждой гостиной должен быть камин. Если камина в квартире нет, что большая редкость, то обязательно делают хотя бы заглушку в форме камина. Не может у гостиной не быть камина. Шестое. Кухня. Ирландцы много не готовят. Поэтому кухни у них супер маленькие, без окон и без дверей. И там нет обеденного склада, так как он располагается в гостиной. Как у нас кухня не может быть без чайника, так у них кухня не может быть без тостера. Седьмое. Розетки. Здесь делают по всему дому очень много розеток. Розеток здесь огромное количество. И розетки здесь на британский манер, с тремя вилками. И почему-то все розетки здесь делают с выключателями. Попользовался чем-то, выключил, а то мало ли что. Восьмое. Краны. Очень часто в Ирландии можно встретить раздельные экраны. Для горячей и для холодной воды. Вроде бы это сделали потому, что холодная вода подавалась непосредственно из водопровода, а горячая из бойлера, где она могла застояться и стать ржавой. Холодная водопроводная вода в Ирландии пригодна для питья. Девятое. В ирландских домах нет кондиционеров. Наверное, из-за климата. Тут нет сильной жары и придерживаются такого принципа. Жарко? Открой окно. Холодно? Надень теплый свитер и носки. Поскольку зима мягкая, это возможно. Десятое. Это отопление. Центрального отопления здесь не существует. В каждом доме или квартире система отопления своя. Где-то газовая, где-то электрическая, где-то керосиновая. Так что ее можно включать когда и насколько захочется.